Масштабы событий, происходящих в настоящее время в Карабахском регионе Азербайджана, потрясают воображение. По состоянию на 20 сентября на местах сложилась новая фактическая реальность, действия в которой разворачиваются с феерической скоростью. Баку устанавливает в Карабахе закон и порядок, обеспечивает соблюдение Конституции и задерживает тех, по кому давно плачет правосудие. В истории Азербайджана дата 28 сентября имеет огромное значение, но не стоит сомневаться в том, что в Карабахе нас ожидают еще более грандиозные события. Давайте попробуем разобраться в том, что происходило в течение дня, который предшествовал событиям 28 сентября, что именно происходило 28 сентября и что будет происходить в дальнейшем. 27 сентября при попытке пересечения Азербайджана-армянской государственной границы на ППП Лачин был задержан неугомонный сепаратист и олигарх Рубен Варданян, имеющий связи в России, но не имеющий никакого отношения к Карабаху, куда он незаконно прибыл еще в сентябре 2022 года. Варданян, неоднократно заявлявший, что не покинет регион и будет бороться до конца, попытался скрыться от азербайджанского правосудия и успешно провалил эту попытку. Согласно данным Службы государственной безопасности Азербайджана, он обвиняется по статьям 214.1, финансирование терроризма, 279.3, участие в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований и групп, и 318.1, незаконное пересечение государственной границы Азербайджана в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской республики. На видеоматериалах, где он в наручниках, можно увидеть упитанного человека, охваченного страхом. Его выпученные глаза говорят о плохо замаскированной безнадежности. Найдутся, конечно, и те, кто будет представлять его как героя. Ожидайте хэштегов FreeRuben от некоторых псевдоправозащитников и журналистов, таких как Andrew Roth из The Guardian. Но знайте, что Азербайджан не сдастся. Правосудие должно свершиться. Арест Варданьяна также является четким сигналом для других лиц, находящихся в настоящее время в Карабахе, к которым у Баку есть, мягко говоря, некоторые юридические вопросы. Араика Рутюнян, Аркадий Гугасян, Бако Саакян и это только некоторые. Что же касается самороспуска сепаратистской хунты, провозгласившей себя НКР, это незаконное и непризнанное образование всегда находилось вне сферы права. Оно никогда не имело никаких признаков даже отдаленной легитимности и по состоянию на 20 сентября практически прекратило свое существование. К моменту прекращения Азербайджаном антитеррористических мер 20 сентября хунта была практически распущена. В заявлении Министерства обороны Азербайджана, опубликованном в тот же день, говорилось о разооружении и распуске незаконных армянских вооруженных формирований, действующих по указке сепаратистской хунты, но ничего не говорилось о полном институциональном распуске самого сепаратистского образования. На тот момент хунта лишь де-факто была распущена. 21 и 25 сентября состоялись конструктивные встречи между представителями местных армян и Баку. 28 сентября структура, именующая себя НКР, издала указ о распуске, в котором говорилось, что она прекратит свое существование к 1 января 2024 года. Если 20 сентября ознаменовала конец военного сепаратизма, то дата 28 сентября нанесла смертельный удар по незаконным сепаратистским структурам, существовавшим в Карабахе. Не делайте неправильных выводов и не думайте, что дата 1 января 2024 года будет означать что-то конкретное в практическом смысле. Но если вы настаиваете, то пусть этот день будет последним гвоздем в крышку гроба, который ждет неминуемое сожжение. Акт самороспуска имеет важное значение, добавляя последний штрих к тому, к чему привели антитеррористические меры Баку на местах Карабахи, еще более проясняя картину и открывая перспективы для региона. Это акт самосожжения, саморефлексии и самобичевания. Какова может быть юридическая ценность указа незаконного образования о самороспуске? Самопровозглашенная ликвидация может и будет иметь юридические последствия. Ведь еще в мае этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что амнистия в отношении сепаратистов может быть рассмотрена, если они самораспустятся. Попытка Варданяна скрыться от правосудия показала, что никто из сепаратистов не может надеяться на какую-то индульгенцию перед самороспуском. Неудивительно, что бывший советник так называемого президента непризнанной хунты Давид Бабаян заявил о своей сдаче азербайджанским властям в Шуше. Я уверен, что его примеру последуют и другие. Настало время обратиться к вопросу терминологической неточности в отношении Карабаха в международных средствах массовой информации. Азербайджан давно заявляет, что внутри Азербайджана нет административной единицы под названием Нагорный Карабах. Теперь даже та формулировка, которая используется некоторыми уважаемыми аналитиками, без какого-либо намерения бросить темно-территориальную целостность Азербайджана, а именно фраза де-факто власти в Карабахе, уже устареет. Среди публикаций статей, которые я прочитал сегодня, самым проникновенным был пост посла Азербайджана в Великобритании, Элина Сулейманова. Он написал, Вот и закончился советский проект этнического сепаратизма, призванный разжечь насилие и армяно-азербайджанский конфликт. Модель этнического разделения, впервые примененная в Карабахе, была использована и в других частях Евразии. Не надо оплакивать провалившееся советское наследие, настало время для мирного соглашения. Действительно, с этим нельзя не согласиться. Сейчас наступили лучшие времена для тех, кто находится на правильной стороне истории, будь то азербайджанцы или армяне. Что же касается людей вроде Томаса де Ваала, Линдси Снелла, Лоуренса Бройерса и других, ну что ж, можно за них и не переживать. Пусть погрязнут в страданиях, поразмышляют и даже переосмыслят, если они на это способны. Сейчас действительно время ликования, торжества, да и просто радости. Как сказал Черчилль по окончании Второй мировой войны, мы можем позволить себе короткий период ликования. Большое спасибо.